Добрый день, это программа в центре внимания. И сегодня у меня в гостях главный врач городской клинической больницы Молчанова Ирина Николаевна. Добрый день, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Ну, за последние несколько дней вы нашумели своим новым оборудованием для деток с проблемами опорно-двигательного аппарата. Но я так поняла, что это не совсем новое, да? Ну, в какой-то степени новое, в какой-то нет. Расскажите, что вот вам удалось приобрести? С февраля месяца этого года наша больница прошла реорганизацию, и от нас ушла экстренная помощь, и осталась плановая помощь детям города и области, направленная больше на восстановительное лечение. Естественно, в связи с тем, что у нас немножко поменялись функции, у нас и изменились условия предоставления данного вида услуги. Ну, как раньше? Это же тоже раньше оказывалось, да? Оказывалось, это помощь. Только в настоящее время у нас база, которая позволяет оказывать эти услуги, она укрепилась за счёт приобретения более нового оборудования. Что это за оборудование? Вот расскажите поподробнее. Какие-то пневматические костюмы? Да. Это прям космическое какое-то… Да, да. Костюмы «Атланты» — это на самом деле костюмы, которые произведены на основе космических костюмов. Я права. Да, да, да. И они у нас в области единственной больницы, которая имеет эти костюмы «Атланты». Ранее у нас были костюмы «Адели». Они были, ну, как бы про образ, про начало этих костюмов. Они представляли собой, так скажем, урезанный вариант этого костюма «Атланта». А это настоящий пневматический костюм. То есть там были сборные такие, а это целиком. Да. Это надевается на ребёнка, нагнетается воздух, и ребёнок получает облегчённый мышечный сверху как бы каркас взамен своему, который у него немножечко страдает в силу заболеваний тех или иных. А для каких заболеваний вот это подходит? Ну, больше всего это проблемы нервной системы, это детские церебральные параличи в разных своих проявлениях. Этот костюм позволяет ребёнку, даже тому, кто не может ходить в обычных условиях, принять вертикальное положение и заниматься на тренажёрах, ходить, пытаться ходить, по крайней мере, поначалу. В общем-то, тем самым у него, его мышцы в этот момент, они приобретают навык этой ходьбы, который сохраняется. И при длительных тренировках, потом уже сняв этот костюм, вот этот навык, он у него сохраняется и остаётся. То есть ребёнок реально может выпрямиться и ходить? То есть это реальное лечение, не какое-то эпизодическое? Да, да. Нет, ну для этого, конечно, чтобы он уже потом сам выпрямился и ходил, для этого, конечно, нужно прилагать длительные усилия и проходить не один курс, а прям несколько курсов с помощью этих костюмов атлантов. Сколько стоит вот один костюм, да? Или для какого он возраста? Или он универсальный? Ну, у нас на сегодняшний день, нет, он не универсальный, это набор костюмов на все возраста, у нас на сегодняшний день порядка, наверное, 12 разных размеров этих костюмов, от маленького двухлетнего до 18-летнего ребёнка. То есть мы можем всех детей принимать, городских и областных, и оказывать им помощь. Вот это очень важно, что детки из области тоже могут приехать ко мне. Ну для этого реорганизация и проводилась, потому что в детской больнице в городе был центр восстановительного лечения, он оказывал восстановительную помощь детям города, в общем-то, скажем, не в полном объёме, ни в том не менее оказывал. А для детишек области такую помощь, в общем-то, было проблематично получить, поэтому сейчас, в настоящее время, милости просим всех, у кого есть такая необходимость, к нам приезжать, да, мы с удовольствием окажем помощь. Надо сказать, что эта помощь оказывается бесплатно. Да, в рамках территориальной программы госгарантии помощь детям, вообще, всему детскому населению области оказывается бесплатно. Вот это ваше отделение восстановительного лечения в чём-то ещё изменилось? Ну сказать, что так сильно, ну, наверное, нет, да, у нас усилилась база, у нас мы приобрели, у нас не было раньше лодной кафедры, теперь у нас есть гидромассажные ванны, мы вот их буквально на днях устанавливаем, и будем ещё оказывать и лодную процедуру детям. То есть это будет оказываться такая комплексная, да, помощь ребёнку? Да, то есть физиолечение, оно включает в себя очень многое, в том числе и больниологическое лечение, так что мы… Ну вот и тренажёрный зал у вас был, это я знаю, да, но появились какие-то новшества ещё, вот тоже о них немножко расскажите. Скажем так, у нас, во-первых, появился тренажёрный зал для совсем маленьких деток, это где-то от двух до шести лет, чего раньше у нас не было, мы приобрели достаточно большое количество тренажёров для этой категории детишек. И у нас, мы ожидаем в рамках программы модернизации, у нас уже прошли торги, мы ожидаем оборудование, которое будет помогать более взрослым детям, как раз патология опорно-двигательной системы, это дорогостоящее оборудование, один комплект стоит порядка пяти миллионов, у нас их будет два. То есть это тоже у вас появится? Да. Сколько сейчас деток проходит вот такое восстановительное лечение? У нас больница осталась на 230 коек, но койки дневного стационара у нас могут работать в полторы смены, поэтому, ну, в пределах трёхсот детей ежедневно мы можем оказывать помощь, оказываем. Вот всё это вы получили благодаря программе модернизации, так? Оборудование, да. Какие планы на этот год или, может быть, какие обещания вам дают на этот год, да? Ну, это не обещания, это уже реальные вещи, опять же, в рамках программы модернизации здравоохранения Мурской области нам в этом году выделено порядка 70 миллионов, чего раньше мы никогда таких денег не имели, как раз для приобретения диагностического и лечебного оборудования. Часть из них мы уже что-то начали получать, у нас пришёл аппарат Мотомед, стол-вертикализатор, это как раз вот для, опять же, для детишек, которые не могут ходить. То есть позволяет сидячему ребёнку, больному, проводить какие-то лечебные процедуры. Вот скажите, для тех, кто верит и надеется, да, и у кого есть вот такие детки особенные, есть возможности, да, сейчас вылечить ребёнка? Или настолько облегчить его состояние, чтобы вот он чувствовал себя хорошо? Да, знаете, сказать о том, что, например, что же детский церебральный паралич, можно поставить диагноз здоров, такого не бывает. Но его нужно довести до такого состояния, когда проявления его болезни будут минимальными, и он будет вполне адаптирован к окружающей жизни, он может общаться со своими сверстниками, он может учиться, работать там, где он желает. То есть вот эти возможности вы сейчас можете, да, предоставить? Ну это очень хорошо. По больнице сейчас видно, что начались изменения, это видно по внешнему облику, это видно по тем клумбам, которые у вас там замечательно разбиты, и по вот обустройству палат и коридорчиков, да? Что происходит вот сейчас в больнице? Какой ремонт может быть? Или закончились какие ремонты работы? Это было в прошлом году, опять же, в рамках программы модернизации мы получили 40,9 миллионов рублей, на которых смогли ремонтировать практически весь стационар нашего учреждения. Поэтому, конечно, если сравнить с тем, что было у нас в начале прошлого года и в конце, это земля и небо, это и условия для детей, и условия для сотрудников, поэтому у нас сейчас чисто, красиво, хорошо. Хорошо. В чём ещё нуждать? Не может быть вот прям 100% хорошо, да? Что ещё необходимо? Нет предела совершенству, поэтому, конечно, всегда чего-то хочется большего, поэтому мы сейчас как бы есть задумки. Во-первых, мы хотим обустроить для своих пациентов сенсорную комнату, но мы уже выходили, интересовались, нам насчитали специалисты, что нам нужно, чтобы её обустроить так, чтобы это было всё как положено, порядка 5 миллионов. Теперь вот вопрос, как бы, опять же, с деньгами, с торгами и прочее. Ну, думаю, мы эту мысль тоже приведём к экологическому завершению. Ну и второй момент. Вот я сказала, что у нас появилась база для восстановления детишек, скажем, с двух лет примерно. Но очень хочется, и в мире уже такие есть наработки и оборудование, чтобы восстанавливать детей, скажем, с грудного возраста. Совсем больше, да. Да, чтобы не доводить их, скажем, до состояния. Ну, пусть ваша такая мечта, да, пусть она, конечно, осуществится. Ну, мы вам надеяться. Скрестим все пальцы, да. Есть ли нехватка в специалистах? Вы знаете, наша больница не является исключением в связи с тем, что, ну, наверное, может быть, в последнее время не совсем престижно стало быть медицинским работником. Для этого есть ряд причин, мы их не будем сейчас озвучивать, да. И у нас действительно тоже не хватает специалистов. Вот с учётом того, что у нас сейчас немножко изменилась, как бы, необходимость в специалистах. Если раньше у нас неврологов было достаточно, то сейчас, увеличив количество коек неврологических, у нас не хватает неврологов. Как бы вот этот вот дефицит есть в неврологах, есть там… То есть можно сказать на всю область, что вы приглашаете к себе хороших специалистов, молодых, пусть приходят. На нашей базе всё-таки две кафедры детских болезней и кафедры педиатрическая, и к нам выпускники этих кафедр периодически приходят. Мы будем надеяться, что всё-таки они увидят сейчас и ремонты, и оснащённость больницы. Ну, конечно, мы, конечно, у нас очень интересно работать, да. Будут приходить, да, и мы, в общем-то, с кадрами, думаю, в ближайшее будущее. Я думаю, что всё у вас хорошо будет. Проблем не будет. Спасибо большое, Ирина Николаевна, за содержательный разговор. Я думаю, что мы вас ещё раз когда-нибудь позовём, да, поговорить о ваших нововведениях. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у меня была главный врач детской городской клинической больницы, а может быть, и областной, да? Нет. Потому что дети из области приезжают. Ирина Николаевна Молчанова. Большое спасибо всем за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова